Детская городская поликлиника номер 17 принимает пациентов в новом здании с марта этого года. Микрорайон развивается в старых помещениях на улице Краснореческой. Давно стало тесно. Только за пять месяцев к поликлинике прикрепились около 22 тысяч детей не только индустриального, но и других районов Хабаровска. Как лечебное учреждение справляется с такой нагрузкой, проверил мэр Сергей Кравчук. Сейчас стал доступен сервис вызова врача на дом через госуслуги. То есть активно у нас внедряются информационные технологии. Тоже через колл-центр? Да, через колл-центр, напрямую в программу, уже вызов через госуслуги приходит непосредственно в нашу медицинскую информационную систему. В новой поликлинике работают 20 педиатров и 15 узких специалистов, в том числе аллерголог-иммунолог. Есть рентгенологическое и реабилитационное отделение, дневной стационар, неотложная помощь. А самое главное – нет очередей. По телефону, через регистратор. Все, запись всегда есть, вообще все свободно. Все хорошо, вообще удобно, что рядом с домом стало. Раньше ездили на стройку. Поликлиника появилась благодаря федеральной программе «Стимул». Государство выделило субсидию на строительство, но при условии, что в микрорайоне параллельно введут 83 тысячи квадратных метров жилья. В зачет этой квадратуры входят два недостроенных дома на улице Павла Морозова. Чтобы край выполнил свои условия перед федерацией, нам необходимо сдать последние дома в этом микрорайоне. В связи с этим администрация города Хабаровска оказывает полное содействие как застройщику, так и правительству в рамках получения разрешения на строительство, получения к тех условиям. Также в микрорайоне на улице Вахова продолжается строительство школы на 1100 мест. Новое учебное заведение позволит разгрузить соседние школы. Она строится именно в густонаселенном микрорайоне. Это микрорайон-строитель. При сдаче вот этой школы на 1100 мест мы полностью решим проблему детей, которые обучаются во вторую смену. То есть здесь, в этом микрорайоне дети будут обучаться только в первую смену. На территории учебного заведения оборудуют спортивные площадки и гимнастический городок. Открыть школу планируют 1 сентября следующего года. Арина Солдатенкова, Павел Павлов. Большой город.